Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Катя Владимирова. Я директор онлайн-мастерских школы писательского мастерства Creative Writing School. Со многими из вас мы знакомы. Сегодня мы проводим вебинар с наш любимой Мариной Степновой. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. И сегодня мы поговорим о том, как писать о том, чего не знаешь. Наш вебинар заявлен как классический балет и укращение львов. Мы страшно с Мариной веселились, когда придумали название этого вебинара. И, в общем, известно, что самый частый совет, вероятно, начинающему автору, это писать о личном опыте, о том, что ему хорошо знакомо. И в этом смысле многие наши курсы построены так, и у нас есть автобиографические мастерские. Но Марина в своих курсах всегда говорит о том, что гораздо веселее сочинять что-то, писать о том, чего ни разу не пробовал, чем писать про себя правду. И к тому же любой рассказ, даже полностью реалистичный, он требует погружения в материал. И мы поговорим как раз о том, где, как собирать материал, как сочетать факты, вымысел, использовать воображение, как понять, что материал собранный, можно садиться за текст. Ну вот примерно про это нам расскажет сегодня Марина, и можно будет задать ей вопросы. Тогда сначала у нас презентация, а потом вопросы. Еще задание, задание. Задание, ого-го, да, что нас ожидает. И хочу сказать, что мы проводим этот вебинар перед одним из наших самых любимых курсов. Это «Проза и стиль, как писать красиво», онлайн-курс Марина Степновой. И мы здесь говорим про то, что как использовать выразительные средства языка, как писать красиво, но без красивости, да, как говорил Марина, как, почему никогда нельзя писать малиновые губы и изумрудные глаза. Вот про это, про все, про штампы, про стертные метафоры мы поговорим в этом курсе. И там у нас лекции Марина Степнова, это бонокурс, и Марина очень остроумно, ярко про это все рассказывает. Все онлайн-курсы, да, у нас устроены похожим образом. Мы даем доступ на учебную платформу, и вы в любое время смотрите лекции. Лекции – это записи, и, соответственно, их можно смотреть утром, днем, вечером, там, когда угодно, да, вне зависимости от часового пояса, ваш график работы или учеба. Смотрите лекции, и потом выполняете задание, и, соответственно, на задание у вас есть всегда неделя, и рецензент потом вам пишет, что хорошо, что получилось, что не получилось. Тарифы у нас там есть без рецензирования, когда вы только смотрите лекции, с финальным рецензированием, когда вы получаете рецензию только на финальный текст, и с полным рецензированием, когда мастер разбирает каждый у вас текст и пишет вам, что хорошо, что нехорошо, над чем еще надо поработать. Мы двигаемся там этюдами, и в конце пишем уже текст побольше, не очень большой, это где-то на 6 тысяч знаков, то есть этот, в принципе, курс, он по погружению, ну, наверное, как базовый, то есть я бы сказала, что это так еще полступенечки от базового, то есть базовый, прям для тех, кто совсем никогда ничего не писал и только задумывается про это, да, курс по стилистике – это для тех, кто хочет отработать языковые какие-то приемы, кому вообще интересно, да, разобраться в том, как написан хороший текст, и мы там много смотрим классических примеров из Олеши, из Бунина, из Набокова, и, в общем, пытаемся понять, да, почему же все это дивной красоты, так сложены слова друг к другу, приставлены, да, за счет чего рождается это чудо, в общем, вот курс для таких людей, но в целом, если там, да, у вас прям очень-очень хочется идти именно на этот курс к Марине, а не на базовый, то в целом можно начать и с него. Если уже проходили базовый, то тоже можно идти к Марине, потому что в целом материал не дублируется, да, здесь, если на базовом мы говорим вообще про все-все-все, то здесь мы сосредоточены именно на стилистике. И мы придумали очень классную акцию, совсем-совсем новенькую, ее пока нет еще на сайте, она появится завтра, с завтрашнего дня, но уже сегодня вам мы про нее расскажем вот по такому промокоду LOVEORSEX, то есть любовь или секс, love or sex, да, латиницей, мне, конечно, Марина удивилась сейчас. Ну вот, можно. Мне очень приятно. Да, можно его использовать при покупке курса, да, проза и стиль, как писать красиво, кладете его в корзину и кладете любой из витаминов на выбор, это наши мини-курсы, потом дам все ссылки, либо про любовь, либо про эротику, и, соответственно, он автоматически вот по этому промокоду считается вам бесплатным и дарится в подарок, вот при покупке к курсу по стилистике Марина Степновой. Два витамина на выбор, один или другой, да, нужно положить в корзину по эротике или по любви. Вот, все напишу вам еще раз. Если что, по всем вопросам можно писать мне, Катя Владимирова, онлайн собакалитску.про. Все, я умолкаю и Марине отдаю слово, если что, я на связи. Марина, вам. Здравствуйте, друзья, я сейчас запущу демонстрацию экрана. Так... Ура, это то, что нужно. Мы сегодня с вами будем говорить о том, в чем вот лично я сильна и даже, я бы сказала, великолепна. В кавычках, я имею в виду вся фраза в кавычках, хотя действительно, несмотря на то, что, как верно Катя сказала, один из базовых советов для начинающего, и не только для начинающего автора, пишите о том, о чем вы хорошо знаете, да, опирайтесь на свой личный опыт, на свои переживания. Лично я терпеть не могу писать о себе, терпеть не могу читать книги, вот сразу видно, да, когда человек пишет о себе. Это тоска. Любит он себя тоска, не любит он себя еще тоска больше. И вообще, я знаю, очень мало текстов, особенно романов, да, где писатель бы опирался на... Совсем-совсем на себя и на свое дело, и на свою жизнь. И это было бы великолепно. Вот Дар Набокова, да, где главный герой – поэт. Вот, ну, это Дар Набокова. Я лично всегда с... Ну, слабоумие и отвага – это вообще мой девиз, да, преисполненное оптимизмом выбираю для своих книг и для рассказов, и для романов, для больших, для маленьких текстов все равно, и темы, в которых я ни пса не смыслил, и героям своим даю профессии, про которые вообще ничего не знаю, да, и выбираю максимально далеких от себя по возрасту, по полу, по характеру, по чему угодно, по времени, героев. Делаю так всегда, никогда об этом не жалею. Я не читатель своих собственных текстов, поэтому не мне судить, что получается, да. Но как пишущий человек, пишущим людям, да, я вам говорю, вам точно, если вы пойдете этим путем, никогда в жизни не будет скучно, да. Почему вебинар называется «Сгора столопов»? Я совершенно не собираюсь вас и себя обижать. Это название прекрасного романа. Если вы его не читали, я горячо вам его рекомендую. Это вот такая вот толстенная, невероятно смешная, невероятно умная, невероятно странная книга, которую написал Джон Кенди Тул. И история публикации и написания этого романа уже сами потом прогуглите. Это сам по себе тоже какой-то художественный текст, уже скорее с элементами детектива. А почему «Сгора столопов»? Потому что делать так, как мы сейчас с вами будем учиться делать, это в тысячу раз сложнее, чем писать, опираясь на себя. Вот представляю себе, как я бы валяла книжку за книжкой, роскошную тетку, которая сгорбившись сидит за столом. Самое яркое событие ее жизни – это забыть карту тройка, или потерять ключи, еще она что-то преподает, еще она внутри себя какие-то миры гоняет. Я бы умерла на третьей фразе, если бы мне досталась такая книжка. Я столоп, и, надеюсь, и вы станете столопами, и поэтому мы будем с вами писать о том, о чем мы вообще не знаем. Это довольно сложно, но необыкновенно интересно. Вообще, в принципе, как выглядит путь любого писателя? Мы можем идти за реальностью. Я знаю, не буду говорить именно до ныне живущих прекрасных писателей, которые лишены воображения напрочь. Зато у них отличный слух, отличный нюх, широко распахнутые глаза, и все, что есть в их текстах – это результат их наблюдений за живой природой, за соседями, за людьми в транспорте. Они читают про… Они слушают других людей, они слушают истории. Максимум, что они делают – это они эти истории как-то миксуют. Но, да, они могут только идти за реальностью. Это не хорошая и не плохая дорога. Это такая дорога. По ней многие ходят. Мне, я уже сказал, по ней ходить скучно. Другой вариант – идти за воображением. Вот «Набоковская как родине быть вымыслой уверна» – это девиз этих полоумных. Я в их рядах, не стройных и метущихся. Это когда мы сочиняем все. Когда мы беремся за то, что мы не знаем, пишем о том, о чем не ведаем. Опять же, как в пути за реальностью. Здесь может получиться и очень хорошо, и очень плохо. Нет дороги, которая наверняка приведет вас в цветущий сад. И тут, и там можно сложать. Или сделать очень здорово. Есть третий вариант, слава богу, для самых беспокойных, которые кидаются то туда, то сюда. Которые немножко посочиняют. Немножко соседка рассказала. Здесь у нас прототипчик. Здесь вот из записных книжечек. А здесь мы придумали. В принципе, наверное, третий путь самый разумный, когда ты начинаешь и боишься еще оторваться от реальности. Боишься, что тебя мозги куда-нибудь и воображение заведут в такие дебри, что уже не выберешься. Поэтому есть вариант сидеть на двух стульях. И опять же, довольно большое количество прекрасных писателей на этих двух стульях расположились весьма вольготно. Вы можете попробовать все три дорожки. Можно написать один рассказ. Ну, не надо, конечно, роман. Можно написать рассказ так. Рассказ так и рассказ так. И почувствовать, как вам комфортнее. Как вам вообще удобнее. Что нас останавливает, когда перед нами встает вопрос, о чем писать о себе и о том, что я пережил, о том, что я знаю. Или хоть что-нибудь сочинить. Ваш главный враг, мой, разумеется, это страх. Когда я, помню, садилась писать свой самый-самый первый роман, я решила, что у меня там будет два главных героя. Один главный герой – пластический хирург современный. Надо вам сказать, пластические хирурги. Я примерно в разных вселенных, у меня нет медицинского образования. Я никогда не делал пластических операций. Второй главный герой, вообще живущий в XI веке в Персии, совершенно чокнутый старец Хасан Ибнсабах, про которого я писал это так давно, что еще интернета не было никакого. Поэтому информацию нарыть было очень трудно. По нему, в принципе, мало информации за давностью лет. То есть легенд много, а реальной информации мало. Тогда еще добыть ее было очень сложно. Я сказал, ок, я это сделаю для того, чтобы сделать пластического хирурга, пластическим хирургом убедительным. У меня был и до сих пор валяется дома атлас по пластической хирургии, который я буквально выучила наизусть. То есть у меня было такое ощущение, что меня можно пускать к операционному столу. И я запросто нос оторву и пришлю, что хочешь, на его место. Слава Богу, я не последовала с этим самодовольством. Но в общем и в целом я столько всего интересного узнала и была вознаграждена. Нет, из XI века никто ко мне не являлся. Но вот когда мы познакомились с моим тогда еще будущим мужем, врачом, он сказал, что он был уверен, что я практикующий доктор. И что я, если не оперировала сама, то, по крайней мере, много-много стояла сама на пластических операциях. То есть еще один плюс этого всего, если у вас хорошо получится, это эго. То есть когда к вам придет какой-то пекарь и скажет, а вы писали про пекаря, да блин, да я был уверен, что ты пекарь. И для меня это всегда такой знак качества. Что в тексте у тебя получилось врасти в чужую шкуру, в чужое дело, в чужую землю, в чужое что угодно. Если кто-то, кто этим делом занимается, на этой земле живет. Или в те времена, когда этот кто-то говорит тебе, да, слушай, вот я думал, что тебе 80 лет. А мне такое говорили. Мы думали, что вам за 80. Или, ой, а вы у кого танцевали, да, потому что я всегда брала балет, физика, да, разведение лошадей в 19 веке, слепоглухонемые дети, да. Вот я сейчас закончу говорить о себе, я просто не хвастаюсь, да, хвастать нечем. Потому что это все очень долго, и все это безумно интересно. Я просто хочу вам сказать, что это возможно. Возможно взяться за тему, про которую вы ничего не знаете, и добиться достаточных результатов. Страх. Чего мы боимся? Мы боимся утонуть в материале. И я тоже боюсь. Это нормально. Мы боимся, что у нас ничего не получится, что взгляд дилетанта так и останется. Давайте развеивать эти страхи. Во-первых, страх, что ничего не получится, даже если вы о себе будете писать, у вас тоже запросто может не получиться. Можно же и о себе написать плохо, и о ком-нибудь другом хорошо. Страх не справиться с материалом. Да, это правда. Ну вот, где вы и где, там, не знаю, разведение пиявок. Вы ничего про них не знаете, вы пиявок видели только на картинке, да. Вы понимаете, что вам придется очень много чего про этих пиявок узнать. Мы с вами будем говорить, где искать материал, как его структурировать и как с ним работать. Это, ну, не знаю, нет ничего интереснее. Если вы, конечно, любопытны. Самое главное, да, что вы прямо сразу должны вложить себе в голову иллюзия, что вы сначала прочитаете все, что вам нужно, а потом напишите. Вот так вы не напишите никогда, да, потому что вам придется освоить, там, какую-то другую эпоху, да, другую профессию, другой пол, другой возраст. Нет, чуть-чуть почитали, написали, да. Вот нам надо с вами описать, не знаю, как люди едут в поезде, в паровозе, в составе железнодорожном, да, в 20-е годы 20-го века. Едут оттуда-туда, вот узнаем оттуда-туда, какого вида ездили поезда, какой там был паровоз, как все было устроено. Представляем себе это очень хорошо. Засовываем туда героя, пишем эту сцену и отваливаемся. Все, больше нас этот поезд не интересует. Переходим к следующему этапу. Потому что если вы сначала прочитаете все про поезда, что сможете найти, ах, а жизнь-то уже прошла, а вы до середины не дочитали. Не надо бояться, что ничего не получится, да, я уже сказала. Если даже читатели без восторга воспримут ваш текст, вы в процессе узнаете столько нового, интересного и получите столько удовольствия, да, что это будет отличная пробежка. Не надо бояться, что кто-то придет и скажет вам, что это было все совсем не так, да. И, то есть, если скажут, что все было так, это хорошо, если скажут, что было совсем не так, у нас с вами есть просто джокер в рукаве, неперебиваемый. И наш главный друг – это художественный вымысел, да. Я специально цитирую литературную энциклопедию, чтобы у вас создалось понимание, ощущение того, что художественный вымысел – эта штука абсолютно, абсолютно официальная, пользоваться ей можно, за нее пока не сажают, да. И даже если вы постараетесь, и в суд никто на вас не подаст. Итак, художественный вымысел – это изображаемые в художественной литературе события, персонажи и обстоятельства, не существующие на самом деле. Вымысел не претендует на то, чтобы быть истинным, но, внимание, и не является ложью. Это особый род художественной условности, и авторы-читатели понимают, что описываемых происшествий и героев в действительности не было, но вместе с тем воспринимают изображаемое как то, что могло бы быть в нашей повседневной зимой жизни или в каком-то другом мире. Здесь, несмотря на шершавый язык плаката, важно каждое слово. В пространстве художественного текста вы можете все. Это когда вы диссертацию пишете, да, или монографию о разведении тех самых пиявок, да, почему-то я их решил в креветке переделать, повысить, пиявок, да, там вы не можете совершать ошибку. А у себя в тексте художественный вымысел позволяет вам делать, в общем, с этими пиявками всякое разное. Что-то упустить, да, придумать мир, где пиявки летают, да, упустить кучу важных для пиявок и для их исследователей фактов, да, придумывать что-то свое. В вашем тексте может быть пиявка, да, которая, не знаю, они вообще чувствительны очень к запахам, насколько я знаю, а вот ваши, то есть они не любят, когда пахнет, наоборот, а ваша пиявка может обожать духи и присасываться только к тем, там, кто пахнет вербенной, да, и никто вам слова не может сказать, да. Поэтому мы с вами не убиваемся, да, следуя фактам. Мы можем взять, и мы будем говорить с вами потом об этом, вполне исторического героя, да, можем взять Петра Первого, затолкать его в свой текст и заставить его подружиться и взаимодействовать с героями, о которых мы выдумали, о которых не было никогда на самом деле. Легко. Все так делают, и мы можем, и мы имеем право. Там есть одна тонкость, мы о ней тоже потом поговорим, да, о прототипах, о живых людях. Хорошо бы, конечно, чтобы ваш текст никого не оскорбил и не обидел из живых, но в общем и в целом вы вольны и свободны внутри текста, следовать за своим воображением, создавать этот самый художественный вымысел и ничего не бояться. Это разрешено официально. Что еще прекрасно в художественном вымысле? Он необходим в любом жанре. Жанр вообще не имеет никакого значения. Реализм, историческая проза, фантастика, детектив, любовный роман, любую. Что бы вы ни назвали, художественный вымысел необходим везде. И везде работает одинаково прекрасно. Одинаково прекрасно. Поэтому это развязывает нам руки, какую бы историю мы не выбрали. То есть если мы за своим воображением пойдем так далеко, что напишем текст фантастический или фэнтези текст, где мир будет вымышленный полностью, это не меняет ничего. Тоже об этом чуть попозже будем говорить. Там главное логику в принципе соблюсти. И в сугубо реалистичном тексте, и в фантастическом тексте везде, везде вымысел нам пригодится. Везде он разрешен. Важно помнить, вымысел – это действительно не ложь. Это созданная вами реальность. Почему я напоминаю об этом? Потому что многие авторы, особенно поначалу, очень болезненно относятся к критике. Всегда найдутся читатели, которые скажут вам, что так это было все совсем не так. Потому что он помнит, что было по-другому. Или ему бабушка рассказывала, что было по-другому. Или он в музее видел, что было по-другому. Или у него вообще в голове какой-то тумблер упал, и он считает, что он все знает. В вашей реальности возможно все. Еще важно. В любом вымысле должна быть логика и правда. Если вы придумываете тот самый абсолютно вымышленный мир, где люди, не знаю, дышат углекислым газом, выдыхают кислород. Значит, вам придется придумать законы этого мира, придумать наоборотные деревья, наоборотную воду, придумать, как там все у них устроено. Люди ходят по потолку. Значит, надо ответить себе на очень важный вопрос. А зачем? Что это дает моей книжке, что они ходят по потолку? Почему это так важно для истории, что они именно по потолку? Значит, надо придумать мир, в котором читатель читает. Да, оно все так и должно быть. Братья Стругацкие вам в помощь. Любая хорошая фантастика вам в помощь. Мы через несколько секунд верим, что так и должно быть. Потому что, если мир логически продуман, вымысел должен быть правдоподобным. И для этого ему необходимы точки связи с реальностью. Обязательно. Если вы пишете, что бы вы там ни сочиняли, если вы сочиняете текст о том, как человек живет в 21 веке, в России, вот здесь, сейчас, вот в этом году, в нашем, вы сочините ему все. Город, который будет называться Энск, вы сочините полностью этого человека, которого вы будете звать, не знаю, мистер Икс, но вам придется соединить его с реалиями России 21 века, до выбранного вами года. Чтобы читатель и вы сами понимали все-таки, где и с кем это происходит. То есть эти связи, эти точки соприкосновения с реальностью очень важны и для вас, и, конечно, в первую очередь для читателя, потому что нет ничего хуже, чем герой, который болтается вообще в воздухе. И, конечно, это очень важный момент. Это вопрос, это, конечно, этический, не эстетический, а этический момент. Но я никогда, я не могу вам советовать, я не вправе, но я не могу не обратить ваше внимание, что вымысел, конечно, не должен причинить вред ни автору, ни реальным людям. Когда вы сочиняете что-то или пишете о чем-то, прекрасно понимая, что вы нарушаете закон. Какой-то закон, принятый в вашей стране, например, да, ну вы должны понимать, что вы взрослый человек, да, и спускаетесь по этим ступеням на свой страх и риск, что реакция, не знаю, государства или запретительной разрешительной структуры, да, может быть, ну там будет в законе прописано, что вам за это штраф лепит, посадит, не дай бог, да. Вы должны очень четко сказать себе самому, да, я готов сесть в тюрьму за свой текст, готов зайти на эшафот, да, я готов заплатить штраф, я готов стать изгоем. И все, вы приняли это решение, вы взрослый человек, вы делаете так. Или нет, я не готов, тогда у меня есть всякие пути решения, да, там из опов язык, самоценсура, или пусть какая-то полежит в столе, пока времена не изменятся. Много разных вариантов, да, у меня не об этом сейчас речь. Вы какой-то выбираете, какой-то выбираете. Или нет, я вообще, да, найду способ рассказать об этом, так, чтобы ни один юрист, ни один разрешитель, ни один жандарм ко мне не придрался. Это тоже задача, да, то есть вы бережете себя и свою семью, ничего постыдного в этом нету. Революционер от профессии, да, то есть вы готовы работать эту работу, ок, нет, и реальные люди, да, когда герой вашего текста опирается на образ, на жизнь какого-то реального человека, когда прототип узнает себя, да, его реакция может быть очень разнообразной. Вообще, конечно, можно, опять же, можно. И Лев Николаевич Толстой такое делал, да, в той же самой «Войне и мире», вот такенные, вот, монографии есть об анахронизмах и ошибках, осознанных и неосознанных, которые Лев Николаевич Толстой сделал, пиша «Войну и мир», он ведь очень серьезно работал с архивами, да, но тем не менее, когда ему надо было, чтобы император такого-то числа появился на фронте, да, именно там, где надо было Толстому, не там, где он был на самом деле, да, совершенно спокойно делал этот Толстой. Так все, император появлялся там, где он утром никогда не был, но Лев Николаевичу это было на то. Можно так, если ваша цель не насолить императору, а ваша цель просто следовать за ходом романа. То есть, если вы делаете прототип у кого-то, и специально хотите его оскорбить, и делаете все, чтобы он себя узнал, и все остальные его узнали, да, это дает человеку основания либо подать на вас суд, неважно, выиграет он его или не выиграет, потому что от многих факторов будет зависеть, но вы наживете себе врага, определенно. Иногда, даже если вы не хотите никого обидеть, просто неприятно быть героем текста, обнаружить себя, даже если текст очень комплементарный, неприятно. Люди могут быть к этому не готовы, люди близкие вам, люди, которых вы любите, ваши друзья, да, то есть, это подумайте, да, опять же, лучше сначала обсудите, подумайте, готовы ли вы потерять друзей и близких из-за того, что вы без спросу или бестактно засунули их в текст. Я не даю, опять же, совет вам решать, но вы должны знать, что такая проблема существует, проблема прототипа. Так, из чего, в принципе, любой текст, любой художественный состоит, какие пласты в него заложены автоматически. Время, место, пространство, вымышленные персонажи, исторические, реальные личности, факультативно, да, если вы захотите, сюжет, язык и стиль. Все, вот, на каждом слое хорошему автору, особенно, если вам берется писать о том, что он не знает, придется поработать. И мы сейчас по всем этим пластам с вами пройдем. Итак, время, да, когда бабушка была маленькой. Как создать время? Надо сказать, что чувство времени для пишущего человека чувство необыкновенно важно. Такое же важно, как лингвистический слух, как развитая эмпатия, как любопытство, как хорошо работающее воображение. Есть ощущение времени, есть роман. Нет ощущения времени, роман ваш будет ковылять, и, в общем, такой вот, рассказ можно, рассказ можно, так, без особенного ощущения времени проскочить роман. никак. Никак. Как создается время? Да, при помощи исторических событий, исторических персонажей, при помощи быта эпохи и языка эпохи. Где, черт подери, да, вот я написала, ну, не здоровенный, так себе, не очень большой текст, но для меня большой, потому что я выбрала для последней книжки своей девятнадцатый век, который не знала, не любила, всегда любила восемнадцатый, да, и двадцатый. Девятнадцатый считалась скучной, и именно поэтому, и однообразный, здесь одинаковый, от начала до конца, все, и именно поэтому, чтобы узнать его получше, да, я выбрала для своих героев век девятнадцатый. И оказалось, что он архиинтересный, целую кучу всего я про это узнал, я как была, так и осталась дилетантом. Это очень важно, кстати, для того, чтобы написать текст живой, да, который вызовет отклик у читателя, да, вы должны быть любопытствующим дилетантом. Как только вы станете профессионалом, вам станет скучно. Вот эти распахнутые глаза дебильного ребенка, который впервые попал, не знаю, в шоколадную фабрику, они страшно важны. Вот все должно, ох, а тут течет, а тут пахнет, а тут крутится, а этот зачем, а этот рычаг куда, да. Вот с такими чувствами вы должны подходить, да, к, 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 ко времени, да, к любой части своего текста, но в первую очередь, конечно, ко времени. Как его, это время, как узнать, да, как собрать, как сделать его живым. На самом деле, о чем сказать, что про девятнадцатый, восемнадцатый, или там, про пятый век до нашей эры, на самом деле писать даже легче, чем писать про здесь и сейчас, это опять же, как человек, у которого есть в анамнезе текст более-менее современный, там, в 2014 году он вышел, и примерно в 12-14 годы действия там происходило, сколько люлей мне навесили, да, потому что, ладно, кто там из девятнадцатого века ко мне с претензиями придет, разве что историки, да, вот там не так было, не столько стоило, троллейбус не там останавливался, усы у него под другим углом были, и у каждого же в голове, там, своя Москва, да, девяностых годов, и своя Москва, двухтысячных, и тут, все равно вам придется, да, даже сегодняшний день изучить, да, потому что память наша очень неверная штука, и то, что вам кажется совершенно чудо, как же, это же как вчера было, я как вчера помню, все как вчера помнят, и все по-разному, а у вас будет герой, не вы, другой человек, чья память будет работать по другим принципам, да, и вам надо эти принципы обнаружить, понять, вывести, да, вот я флегматик, мой герой холерик, что запомнит холерик, да, из того, что было в прошлом году, вот это, 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 совсем не обязательно то, что запомнила я, да, или вот я за белых, а мой герой за красных, да, какие эмоции он будет испытывать, вот такие, совсем не такие, как я, да, и так, где живет время, первое, что придется почитать, прям придется, и с этого придется начать, это одну или две, не больше, не все, да, ну, историческую монографию, вот вы выбрали тот же самый 19 век, например, да, ну, хотя бы одну, не самую толстенькую книжечку, и не самую скучную, где в принципе написано, что вот 19 век России, да, как там все было устроено, вообще, кто там на ком стоял, какая площадь была, какая власть была, как было устроено, какие сословия были, кто с кем воевал, кто с кем дружился, да, ну, если у вас действие продолжается весь век, вам придется попотеть, да, если, то какой-то кусочек, вам надо проштудировать этот кусочек, нонфикшн, сейчас море прекрасного нонфикшн, если бы становится все больше, и это прекрасно, вы должны выбрать подходящий нонфик, да, подходящий к вашему времени, да, есть куча прекрасных, это серия, да, господи, бытовая жизнь, там, не знаю, во Флоренции, времен Танте, да, жизнь и быт, римлян в такую-то эпоху, да, как жили крестьяне, все, найдите пару таких книжек, прочитайте, понатыкайте оттуда, да, все, что вам интересно, всегда у вас должен быть под рукой файл, не верьте ссылкам, ссылки ломаются, понимаете, из текстов файл, то, что вам кажется важным и интересным, да, потому что если вы будете долго писать, какие-то ресурсы исчезают, авторы убирают то, что они выкладывают, да, если вы в электронном виде читаете, все равно, да, он, букмейт приказал долго жить, например, да, и сейчас он стал совсем другим, другие владельцы, другой контент, просто цитатки, эти все важные детальки собирайте в какой-то файл, этот файл где-то держите у себя под рукой, диссертации, идеальный источник информации, когда вы уже будете сужать круг, вот давайте представим себе, что ваш главный герой, ой, боже мой, ну вот уже привязался я к пиявкам, пускай будут пиявки, он разводит пиявок в 19 веке, и их продает, дуримар, вот наш дуримар, да, продает, он разводит и продает пиявок в 19 веке, в России, что нам нужно, нам надо с вами, и кто он по сословию, ну допустим, мещанин, и живет он, допустим, в Тамбовской губернии, нам надо с вами найти диссертацию, о том, вы не поверите, какие только темы диссертации не защищают, есть такие агрегаторы большие в сети, автореферации бесплатно, да, сами диссертации за деньги, я, например, кучу денег на диссертациях просадила, кучу просто, чуть не похоронное, но это тоже безумно интересно, да, потому что в конце каждой диссертации, я сейчас вернусь к дуримару, я помню про него, в конце каждой диссертации, есть, или в автореферата, есть список использованной литературы, умные люди для нас уже нашли, все источники, и мы потом по этому списку можем пойти, найти какие-то частности, которые нам нужны, мемуары, там еще что-то, так вот, что мы ищем, мы ищем Тамбовскую губернию в 19 веке, положение мещанства, например, и сколько мы там для своего мещанина, дуримара узнаем, и как он жил, и что он ел, и что его волновало, да, и миллион всяких важных и нужных вещей, а может быть, если нам повезет, найдется и диссертация о том, как выводили и продавали пиявок в 19 веке, может быть, не в Тамбовской губернии, а вообще, и мы это тоже радостно прочитаем, диссертации, неоценимый источник информации для человека, особенно если человек пишет исторический текст, исторический, который был хотя бы 50 лет тому назад, мемуары, с мемуарами только пожалуйста осторожно, чтобы вас не поймали за хвост, потому что часто мемуары написаны очень хорошо, иногда даже лучше, чем любая художественная проза, вы должны понимать, что вы пользуетесь чужими воспоминаниями, либо вы их цитируете, просто вводите свой текст, как цитату, вводите такого героя, автор мемуаров станут вашим героем, либо вы их так перелопачиваете, чтобы никто не узнал, потому что, как шишки натрепали, когда он у Веры Пановой, в ее достаточно растиражированных мемуарах, просто взял кусок, прям взял кусок и отдал, в качестве воспоминания своим героям, и только ленивый, и многие не обкусал за это, лучше осторожно. Архивные документы, переписка, боже мой, сколько архивов, уже довольно легко в них попасть, сколько там сокровищ, опять же, все время помним, что мы читаем что-то, что написано другим человеком, то есть если там есть воспоминания, о какой-то игрушке, например, о каком-то празднике, вы не можете это взять и просто вынуть, засунуть в свой текст, можете взять только игрушку, эмоции ваш герой будет испытывать другие по поводу игрушек, мы берем детали, мы берем факты, мы берем атмосферу и засовываем ее в другой текст, отдаем ее другим героям. Если были средства массовой информации, они, в общем, довольно давно появились, они тоже источник ценнейшей информации. Мало того, есть отличный ход использовать, кстати, архивные документы и какие-то цитаты из СМИ, как еще один слой в тексте, когда вы просто берете кусок из газеты или журнала и вставляете в кавычках в свой текст, и сразу придает вот тот самый подлинный вкус, подлинные эпохи. Очевидцы событий, если это возможно, если это не столь отдаленные какие-то времена, но помните, есть смысл поговорить, расспросить близких, если эта история как-то связана с вашей семьей или члены вашей семьи были очевидцами событий, которых вас интересуют, или если просто эти люди живы, вы можете до них добраться, они готовы с вами поговорить, но имейте в виду, люди, когда их расспрашивают, склонны становиться на табуретку и говорить не то, что есть на самом деле, а то, что им бы хотелось как-то все приукрашивать, и мы чуть позже с вами поговорим, как этого можно избежать. Визуальные источники – это очень важно, кроме того, что мы читаем, хорошо будет, если мы увидим, как время выглядело на самом деле, картины, фотографии, скульптуры, аудиоисточники, опять же, если есть музыка тех времен, запись речи, от Льва Николаевича Толстого можно послушать запросто, как он говорит, манера речи, на бок вы слушаете, совершенно невыносимо, невыносимо, все эти его читол, это манера, говорить человека, воспитанного в определенное время, в определенной среде, и такая речь считалась прекрасным признакомом человека культурного и образованного, как бы дико это не звучало для нас сейчас, это прекрасная характеристика, которая дает нам время, прям вот хоп, и вот тебе время. Ну и, конечно, объективные какие-то данные, музеи, реальные места, может прийти на руины того места, или на то самое место, где оно есть, пройтись, опять я со своим девятнадцатым веком, да, вот я нашла несколько усадеб, очень мало на самом деле неразрушенных и непеределанных, да, вот просто пройтись, да, понять, где свет светит, да, как шаги твои звучат, потому что потолки вот какие, что такое анфилада комнат, так, комнаты какие-то маленькие, одна за другой, вот какого-то, просто, а кого здесь жить, когда в любую минуту в одну и в другую дверь кто-то может впереться, и, значит, с ночной вазой мимо тебя пройти, мало что тут на диване делать, у тебя тут, может, первая любовь, да, вот это ощущение, да, укромности или неукромности, да, или дворец, что такое жить во дворце, что такое дворцовое зало, а-а-а-а, и там через три минуты эхо к тебе пришло, каково тебе там с ростом метр шестьдесят, вот в этом всем, когда оно тебе принадлежит, или наоборот, когда ты слуга, вот по этой винтовой лестнице, тебе как у тебя поднос с двадцатью тарелками, как ты по ней бежишь, это очень, очень здорово, если вы найдете возможность прочувствовать это еще и физически, то место, которое станет еще одним героем вашего произведения, опять, видите, да, работы много, но опять же, не забываем, по кусочкам, по кусочкам, надо нам, как наша героиня поет романс, послушали несколько романсов, выбрали подходящий, послушали по возможности исполнения того времени, написали, как она поет романсы и успокоились, поступать в консерваторию и заканчивать ее не обязательно, да, то есть по чуть-чуть, надо, чтобы героиня прошла по этой самой анфиладе, нашли анфиладу, пронеслись по этой анфиладе, да, все запомнили, все записали, как вам было, и все забыли про анфиладу, все забыли, то есть по чуть-чуть, как я уже сказал, и тогда, тогда материал возможно освоить. Что важно, да, конечно, вы много чего придумаете, в моем случае 99% придумают, но черт сидит в деталях, поэтому давайте будем в достоверных мелочах, да, давайте, если уж там рогалик стоил 6 копеек, давайте убедимся в том, что он стоил 6 копеек, все-таки это важно, да, если нам надо прицепиться ко времени, да, вот прям прикнопиться, ну, давайте вот эти детали, которые будут прикнопливать читателя и вас к той действительности, о которой вы пишете, пусть они будут четырежды проверены, да, все остальное мы сочиним, да, ну, вот эти, вот пуговицы, вот именно такие, вы своими глазами видели эти пуговицы, вы их, может, даже пальцами украдкой трогали, вот эти пуговицы супер важны, да, чувство времени, не забывайте об этом, пожалуйста, очень индивидуально, не бойтесь разрушать шаблоны, даже я рекомендую вам их разрушать, в самые страшные времена люди бывают счастливы, и наоборот, 1937 год, ужасный год, в истории России, да, год пика репрессий, для моей бабушки, я всегда, когда я это поняла, это для меня был переворот, а для моей бабушки это был самый счастливый год в ее жизни, она была влюблена, она была любима, она ждала первенца, она была абсолютно счастлива, в этом же году взяли ее дядю, она поняла, что произошло несколько лет спустя, когда война уже началась, она была счастлива, 1937 год был счастливейшим годом в ее жизни, и наоборот, счастливейший, сытный, спокойный для всех год, ваш герой может быть в таком кризисе, в таком несчастье, в таком тупике, что он не будет знать, не будет замечать, что все вокруг уже в раю давным-давно, и агнцы со львами возлежат в обнимку, а у него все так плохо, что он не знает, как с этим справиться. Конечно, основные приметы эпохи должны быть подлинными, основное вы сочиняете, то есть если действие в вашем тексте происходит во времена отмены крепостного права, вы не можете сделать вид, слишком важное событие было, вы не можете сделать вид, если только ваш герой не принципиальный какой-то анахарет, который всю середину 19 века просидел в пещере безвылфно, ваши герои не могут не реагировать на колоссальные события, то есть если вы пишете про войну, которая идет в стране, вам надо очень постараться, чтобы какой-то из героев эту войну не заметил, и невозможно совсем сделать так, чтобы этой войны как будто бы не было. Опять же, единственное исключение, если это сюжетный ход, если вы специально придумали каких-то людей, которые живут где-то, оторваны абсолютно от реальности, но мы-то читатели знаем, что в это время идет война, и как раз напряжение в сюжете будет держаться на том, а они как, когда об этом узнают. Но вы не можете сделать вид, что этой войны не существует в это время вообще, это уже будет ошибка. И, конечно, я уже это говорил, если мир текста полностью фантастический, вы должны там все придумать. Как выглядят эти существа, по каким законам они живут, что для них хорошо, что плохо, что для них верх, что низ. Станислав Лем, братья Стругацкие, Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, вот мастера придумывания миров, которые гораздо интереснее и убедительнее, чем реальные. Тут уж давайте вы будете не меня слушать, а учиться у великих. Но время и законы этого времени должны быть убедительны, несмотря ни на то, что вы их придумаете полностью. Место, действие в нашем тексте происходит там, где мы от роду никогда не были вообще. Не были. Совсем. Тоже все разрешим. Карты, старые и новые. Когда пишешь исторический текст, хорошо пользоваться старыми картами. Это очень здорово. Старые топонимы. Есть куча фотографий. Есть документальное кино, которое тоже появилось довольно давно уже, теперь можем сказать. Есть всякие штучки, которые позволяют нам при помощи веб-камер сейчас интернета увидеть практически любую точку земного шара и понять, как это выглядит, пропутешествовать по ней, посмотреть направо, налево, вверх, вниз. Все. Их много. Google тут. Я просто пример привела. Есть всякие другие такие смотрелки, поэтому можно не обязательно мчаться. Хотя, конечно, приятно помчаться куда-нибудь. Не знаю, в какую-нибудь Мексику. Но можно и не мчаться. Но, конечно, официальный визит. Это тоже очень здорово. Если у вас есть возможность, пишите вы, не знаю, про уезд на какой-то маленький городок провинциальный, некий условный, а сами вы столичный житель, не знаю какой. Поезжайте в провинциальный городок, проведите там несколько дней. Погуляйте, походите, посмотрите. Или там, если это место, наоборот, супермодная столичная школа. Или это кулисы театра. Везде можно проникнуть. Давайте не будем нарушать закон, а будем искать знакомых, которые нас проведут, чтобы мы свои, вот сами, своими ножками прошли, понюхали, потрогали тоже, как выглядит это самое место. С местом чуть попроще. Тут меньше изучения. Хотя, опять же, если текст исторический, то все равно для того, чтобы воссоздать для себя, в первую очередь, этот облик, облик этого места, вам, конечно, придется посидеть над старыми книжками, над старыми картами, над старыми фотографиями. По мне, так если бы вот можно было только это делать, а потом ничего не писать, вообще, жизнь была бы. Великолепно. Герой. Герой. Самый такой момент сложный, потому что все-таки ни место, ни время не оказывают такого мощного сопротивления, которое оказывает нам люди, которых мы сочиняем или которых мы хотим перелопатить в героев. Итак, три типа персонажей. Вымышленные полностью персонажи, что хотим, то и делаем. Исторические личности и герои, у которых есть прототипы. Сейчас. На секунду вернусь назад. Смотрите. Про прототипы и про проблемы прототипов я коротко сказал. Что с историческими личностями? С историческими личностями мы в принципе можем делать, как я уже тоже говорила, но только очень коротко. Что мы захотим при условии, что мы не желаем их оскорбить. Есть два типа отношений автора с исторической личностью. У вас может быть полностью вымышленный мир, в котором исторические личности являются эпизодическими персонажами. Они как бы придают вашему вымышленному миру такую достоверность. Я очень люблю этот прием. Например, если у меня в тексте историческом написано, что директор гимназии был имя Рек, не сомневайтесь. Я убилась, чтобы найти имя, фамилию, отчество человека, который в эти годы был директором этой гимназии. И это он и был. И это он и есть в тексте. И вот мне никто раз что перепроверит, только совсем какой-то еще более полоумный, чем я человек. Это нужно мне. Я таким образом себе самой создаю дополнительную реальность внутри вымышленной реальности. Вариант. Другой вариант. Исторический герой главный герой вашего текста. Вы все равно без вымысла не обойдетесь, естественно. Но тогда все равно вокруг этого исторического персонажа могут быть не только другие исторические персонажи, но и вымышленные. И отношения этих людей будут строиться так, как вы захотите, но в рамках все-таки существующей исторической тогда матрицы. Но тоже вам позволено поменьше, чем если исторические герои у вас эпизодические. Но все равно тоже очень много. Ну и полностью вымышленные персонажи. Что хотим, то и делаем вообще. Хоть в космос их запускаем и назад сбрасываем. Герои, у которых есть прототипы, опять же, коротко я сказала, бережем людей. Думаем о живых. О том, что им это может быть неприятно, болезненно, как угодно. Лучше сделать неудобно. Не сводите счет, это низко. Не сводите. Не надо. Не надо. Не надо. Если хотите с кем-нибудь счет, идите лучше живьем с этим. Человеком поговорите, выясните с ним отношения, а вось вы помиритесь. А вот так в тексте не надо. Это все-таки ужасно неэтично. Итак, дело. Нет ничего хуже, главный герой, писатель или поэт. Я уже сказала, дар на боку, это исключение. Это ужасно. Очень интересно, когда герой занимается чем-нибудь очень интересным. Катаев, который шестидесятилетним гимназистом в Одессе познакомился с Буниным, не задолго того, как Бунин уехал в эмиграцию, конечно, засрал Бунину голову, невозможно, своими ранними текстами. Он, конечно, очень талантливый был. Писатель я, тут не про Бунина, я про Валентина Катаева, но все 16 лет, так и есть 16 лет. Ну, Бунину было скучно, он как нянча с Катаевым. И вот Катаев вспоминает, что он значит, усадил Бунина и читал ему свой какой-то рассказ, где главный герой этого рассказа был декоратор. Был декоратор, театральный декоратор. Бунин выслушал рассказ терпеливо, и когда юный Катаев наконец-то заткнулся, Бунин возмущенно сказал, о, черт, я здесь целый час, трачу время, слушаю эту самую фигню и жду, когда ваш главный герой начнет декорировать хоть что-то, и он этого не делает, да вы нафиг вообще написали эту фигню. И Катаев урок усвоил, да, и он выбрал этот декоратор, этого театрального, он прочитал на афише, ему понравилась эта профессия, но огромная ошибка, да, делать вашего героя шахтером или театральным декоратором и не показывать нам, а как он, собственно, декорирует или добывает, что он там в шахте у вас добывает, руду, золоту, не в шахте, уголь, что, как мы узнаем профессию, вот это самое интересное, ой, где меня только не носило и не таскало, да, это истинный восторг, конечно, но фикшен о нужной профессии, конечно, диссертации, да, особенно если тексты исторические, биографии, автобиографии, наши продавцы пиявок, наши шахтеры, да, оставляют, если они были великие, да, у них есть автобиография, и про них есть биография, документалка, профильные форумы, да, и это в тысячу раз важнее, чем живые люди, я вам уже говорила, люди начинают, я, я когда писал тоже одну из своих книжек, где главный героинь балерина, мне надо было показать учебу в хореографическом училище изнутри, надо вам сказать, что танцевать и я, это примерно как я и физика, и пластическая хирургия, и все остальное, то есть разные вселенные, разные вселенные, хуже того, как я танцую, то как я пою, да, и тем не менее, да, я стала, ну, прочитала все эти нонфики, биографии, автобиографии, диссертации, книжки по технике танца, ну, мясо нужно, нету его, я стала живых балетных расспрашивать, и они тут же, конечно, на пуанты, меня какие-то вещи интересуют, типа, а вот как ты, когда, не знаю, прыгаешь, не пукнуть на туги, да, или если пукнуть, то что делать, а если пукнуть, так что оркестр, оркестр, да, заглушил, они не хотят, стесняются, не хотят про такое говорить, не хотят про великое, про искусство, да, ну, у них интервью берут, так, они на табурете живот втянули, на них, эти, софиты светят, мне не надо, да, мне не надо, поэтому я быстро оставил их в покое, хотя со многими говорил, вам нужны профильные форумы, не пишите там, не задавайте там вопрос, пять лет, практически ежедневно, я читала профильные балетные форумы, я там была зарегистрирована, нет, там нет ни единого словечка написано, я читал, то, что обсуждают люди, вот именно это самое, пукну, что делать, как сбросить 300 грамм, как сделать такое упражнение, в своем уровне ничего не получается, у нас завтра взвешивание, я узнала сленг, что, как, чего они боятся, кто как кого называет, это бесценный источник информации, поэтому если ваше, дело вашего героя, хоть сколько-то приближено к реальности, у вас есть возможность, не обязательно, бог с ними, с профильными форумами, да, когда сценаристы аритмии, засели писать эту самую аритмию, таблицу в очах скорой помощи, если я не вру, полгода катались, по сменам с врачами скорой помощи, чтобы слушать, как они говорят, поэтому вы можете просто прийти в то место, или ходить в то место, у вас главный герой официант, да, можно устроиться работе официантом, кстати, это совсем неплохой будет вариант, либо ходите куда-то, да, где вы можете, устроитесь посудомойкой, будете слушать, как говорят официанты, о чем они говорят, музеи, да, тоже музеи, есть музеи всяких разных дел, да, где можно тоже всякое посмотреть, пощупать, ну, как выглядят разные всякие инструменты, и т.д. и т.п. Ну, и реальное погружение, когда вы просто приходите и лезете в доминую печь, да, чтобы выяснить, как там, как там она изнутри, это все дико интересно, не жалейте на это время ни сил, правда, вот это надо сделать, делать, да, параллельно, да, сочиняя своего главного героя, и тоже так же, ну, по сценам, да, вот у вас сцена, где происходит тут, и ваш герой пиявок ловит, вот узнаем все о ловле, а потом все о продаже, а потом все о размножении, он что, поймал этих пиявок, принес домой-то, до того, как он их продаст, что он с ними делает, где они живут в банке, в аквариуме, в мешке целлофановом, да, если в детстве, если дело в 19 веке, то не в целлофановом, чем он их кормит, как часто он им воду меняет, ну, и так далее, что вообще, как они назывались в 19 веке, кстати, и так далее, вот, и сейчас, а то я уже проболтала адское количество времени, у нас с вами будет задание, дам я вам на него буквально 5 минут, потому что это задание основа вашего будущего текста, сейчас вы увидите несколько фотографий, я их вам покажу, а потом калаш, ваша задача выбрать фото, которое вам понравилось, которое вас эмоционально затронуло, определить примерно время, в которое это происходит, примерно, определить примерно место, да, если оно не определяется, то надо его придумать, да, это происходит там, во дворце культуры такого-то города, да, выберите героев, там везде два героя, везде, выберите героя, до всех фотографий, который будет у вас главным, придумайте этому герою профессию, придумайте жанр, это вы очень быстро все придумаете, в котором вы захотите написать об этом текст, и составьте примерный план ресурсов для поиска этой информации, и выложите этот список в чат, ну, например, как это будет выглядеть, фото 1, 2022 год, Москва, женщина в шапке, да, она, не знаю, инженер, это будет драма, я буду искать информацию примерно там-то, там-то и там-то, всем ли понятно задание? Смотрим фотографии. Нет, кому-то непонятно? Нет, нет, вроде все молчатые, пишут, что понятно, ключики. Хорошо, отлично, да? Фотографии смотрим. Все из интернета. Ну, прелесть, рассказ готовый. Смотрим. 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 Если что, у нее в руках, у этой женщины, просто не видно, хотя и крупно, детское питание, смесь детская молочная для детей до года. Обе упаковки импортные. Вот вам эти фотографии вместе. Давайте я вам отмотаю, хотите, где надо задание еще раз. Хотите? Да-да, давайте я просто чат его продублирую. Ой, вы сможете? На фотку, да-да-да. Ага, да. Не-не, отмотайте, да, я перепишу быстренько. Ага. Перейти в фото. Да-да, в чат, в чат. Да, а я сейчас поставлю таймер на пять минут. пять минут, потому что реально тут задание с ней, то есть вам не надо написать художественный текст, обычно мы так терзаем. Здесь вам надо составить план и придумать, оттолкнувшись от этой фотографии, выбранной, начать придумывать историю. Я надеюсь, вы напишите потом рассказы. Готова, Катчика? Сейчас, одну секундочку. Придумайте ему дело, придумайте жанр. И план, где и что искать. Все? Да. Вот. 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 И вот они все вместе. Пожалуйста, постарайтесь максимально выйти, из плоскости обыденных размышлений. Это не обязательно жених кусает ее. Это не обязательно отец и дочь. Ну и здесь тоже много всего не обязательно, потому что не хочу вам подсказывать. Все? Время пошло. Уже даже идет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Это никак не 20-е по одежде, ну никак. Это актеры на фото, ну и не могло быть такого. К сожалению, не могло. Никак они в 20-е годы не могли придумать моду 60-х, ну при всем желании. В 70-е годы главный герой слесарь узнал, что любимая девушка, которая учит в Москве, выходит замуж. Он приезжает на свадьбу с намерением убить жениха, нечаянно убивает, не имея невесту. Ага, это хорошо. Чуть-чуть мы с 60-х приехали в 70-е. Единственное, вот по мне он не похож на слесаря, какой-то прям уж очень лощеный, слишком великолепный для слесаря. Но у вас может быть такой слесарь, если вы нас убедите в том, что вот именно такой слесарь должен быть. В общем, друзья, простите, я все, конечно, не прочитаю. Катя, у нас есть вопросы? Да, Марина, у нас есть вопросы, только следующий. Вот прочитайте, ужасно классно. Смотрите, актерка. Год, кафе Тюльпан, мужчина, актер на свадьбах, играет отцов немец, чтобы помочь избежать неприятных стереотипов. Это прекрасно. Вот этот рассказ прямо обязательно надо написать. Пожалуйста, я вас прошу, если какая-то из фотографий вас задела, посмотрите на нее еще раз. Все это свободные, открытые источники, я все взяла их из интернета. Это поиск, не помню, Гугла или Яндекса. Пожалуйста, напишите, потренируйтесь, постарайтесь именно в этом времени, именно с этими людьми сделать маленький рассказ. А вдруг вас это заведет так же далеко, как меня, и вы тоже станете полоумным, тоже станете остолопом, вступите в сговор с другими остолопами и начнете писать о том, о чем не знаете. Потому что по мне так это безумно интересно. Смотрите, вот вопрос у нас, Екатерина, а как писать о времени, которое еще не наступило, о будущем, например, к примеру, с 2045-2055? Вся ваша фантазия, вы придумываете утопия, антиутопия, фантастическая история, вы придумываете, что в этом времени произошло, вы его придумываете. Опираясь на те же самые пункты, которые есть во времени реальном, что какая это страна, что там сейчас происходит, война, мир, это государство, или все уже живут каждый сам по себе. Как это все управляется, как оно функционирует, что хорошо для этих людей, что плохо, какая у них система координат, какие у них моральные ценности, что не изменилось, а что изменилось радикально, как этот мир устроен. Это придется придумать, это тоже очень увлекательно. И эта выдумка должна быть логичной, да, то есть, да, мы верим абсолютно, ок, так, ну да, так и должно быть в мире, где, там, не знаю, где правитель, это, не знаю, инопланетный разум, да, всех поработил и теперь всеми правит. И инопланетный этот разум больше всего на свете любит самодеятельность. И поэтому все занимаются теперь самодеятельностью, все вынуждены заниматься самодеятельностью, потому что иначе кто-то не занимается самодеятельностью, да, того, там, не знаю, понижают в правах, лишают овсянки, да. Вот, все, мы верим, да, тут ты хочешь, не захочешь, ты возьмешь балалайку, заиграешь, да. И есть, естественно, оппозиционеры, не хотят овсянку, не хотят балалайку, да, хотят полнозагинского, да, или рок. Все, то есть правила придумывайте этим правилам, все в этом мире следуют, либо герои им не следуют, и тогда нам интересно. Валент Пандан, как быть, если описанные события в будущем не совпали с тем, как произошло в действительности? Это можно считать за альтернативную реальность? Ну, вот вам 1984 год Оруэлла, да, ох, я ее на свою башку перечитала, да, я ее когда первый раз читала в 90-е годы, мне не так страшно было, как сейчас-то. Что-то совпало, что-то нет. Это будет альтернативная реальность. Потом, когда время придет. Как определить, что переработанный в текст материал достаточно глубок, чтобы быть правдоподобным? Это смотря о каком пласте вы говорите, да, мы говорим о быте, да, мы говорим о времени. Вы можете определить это только сами, да, вот в том, что вы сами себе скажете. Есть тест хороший, да, вот я сама этим пользуюсь. Я мысленно, вот я выбрал себе время, да, там, 60-е годы, 20-го века. Вот там мой герой, да, сотрудник интуриста. Я мысленно проживаю с ним день. Мысленно. Я думаю, он, где он живет? Он живет там-то, там-то. Вот он встал, как проходит его день, чем он чистит зубы, что он есть на завтрак, куда он идет, кто его друзья, что ему можно, что ему нельзя, да. Когда я могу ответить на любой вопрос и знаю все про этого героя, да, все, я готова, я готова, я все, я ориентируюсь в этом времени, да. Буквально, да. Не обязательно, чтобы это вошло в текст. Вы должны знать, как устроена его жизнь в течение одного дня. Что для него важно, что не важно, да, кроме того, что как он ест и куда он ходит в туалет, отдельное, между прочим, приключение, да, в прошлое, когда ты пишешь далеко в прошлое, понять, как они, извините, в туалет ходили. Ну, не писали об этом, не принято это было. Это в 20-м веке уже каждый со своим сортиром просто, если в романы были, в рассказ не вставят, так как в бессмертии от него ускользнет. А вы вот давайте в 18-м веке, как это они делали? А делали ведь, да. Вот тут начинаются изыскания. Да вот когда вы мысль, даже если это ретирадное место в 19-м веке, туалет так и назывался, и вот если даже это ретирадное место вам не пригодится, вы должны точно знать, как оно было устроено. Это вам поможет переселиться в героя и во время. Вот тогда вы готовы и вы правдоподобны и достоверны. Как отличить вымысел от откровенного ляпа? Ну, откровенный ляп. Ну, сейчас я приведу пример из реально существующего текста, реального писателя, да, и писателя хорошего. Ну, вот так случился ляп, да, где она, где у нее героиня едет на подмосковную дачу, к человеку, в которого она влюблена. Ну, во-первых, там на подмосковной даче 100 яблонь, 100. Вспомним, да, от отца, от одной ты яблони тачками вывозишь, не знаешь, кому отдачь, уже нет таких свиней, это тут 100. Не каждая перерабатывающая фабрика справится. А потом они идут гулять на речку, и берег речки усеян осколками раковин мидии, которые едят бобры. Я не шучу. Подмосковной мидии, их едят бобры. Вот это ляп, да, это ляп. Это не вымысел, да. Уже или мидии, и бобры, либо подмосковная дача. Как вы водите пересекать несколько сюжетных линий героев одного произведения? Ой, это немножко не по теме вопросов, он хороший. На самом деле, довольно много есть способов простроить текст, когда героев много. Можно параллельно рассказывать каждую сюжетную линию, а потом герои встретятся и в какой-то момент пересекутся. То есть они как бы идут к своей встрече. Можно одну и ту же историю рассказывать по очереди. Там «Дом на краю света» так устроен роман. Когда одна и та же история рассказана разными героями, и она выглядит как разные. И это выглядит как разные истории. Можно рассказывать историю линейно, да, где у нас вот один главный герой. А будут ответвления. Вот появляется другой какой-то герой, вот даже главный герой, живет, 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 живет. Бац, встретил девушку, да, полмесяцем бровь. Хоп, и мы отъехали с девушкой с этой в сторонку и быстренько про нее там рассказали. Какая она, что там у нее было в прошлом, что она любит, не любит. И опять хоп, вернулись, и дальше у нас девушка вместе с героем пошла. Мы уже с ней познакомились. На самом деле их много, таких конструкций, да, вы можете изобрести свою, да, вполне. Ну, примерно так, примерно так. Марин, несколько сразу вопросов про балетные форумы. Народу не дает покоя. Расскажите, да, вот что спрашивают, что там же как подтверждение личности нужно, и что там туда сложно попасть, какие реальные балеты. Да ладно вам. Во-первых, это было миллиард лет назад, в 2010 году. А во-вторых, слушайте, из форумов выкидывают людей, которые застирают всем мозги. Ну, там была туча народу. Ну, зарегистрировался, что подтверждение, что пуанту я должна была приложить. Никто зарегистрировался, еще один человек. Это, знаете, на медицинских форумах, если ты пытаешься лечить кому-то геморрой, обычно это, знаете, диплом врача, пожалуйста, да, и после этого будете говорить, в какой муравейник этим израненным геморроем садится. Да, мы хотим быть уверены в вашей квалификации. Желательно вкладыш с оценками тоже. Ну, балетный форум. Никто меня ничего не требовал. Ну, зарегистрировалась я. Там таких, как я, с нулем сообщений, да, было полно. На форуме же всегда действует какая-то одна активная банда, да. Они собой упояны, да. Но это правда, реально, это был кладезь информации. Кладезь, спасибо большое, источник, чудесный. Марин, если писать о реальной исторической личности, жившей век назад, не могут ли возникнуть какие-то претензии от потомков? И потом информации о личности мало, все равно придется домысливать. Естественно, в хорошем ключе. Ну, конечно, 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 можно все, можно. И вот посмотрите на меня, да, я все еще на свободе, потому что я как раз, у меня куча исторических персонажей, да, которые и главные, и полуглавные эпизодические герои. Иногда они просто, да, что-то маленькое делают. Иногда целая сюжетная линия с ними. И ни разу никто не предъявил ко мне претензий. Мало того, несколько раз было так, что мне писали потомки этого человека с огромной благодарностью. Смотря на то, что я такую хрень понасочинила про их пращура, да, ну, такую, нет, берешь реальную, да, историю реальной личности, а потом, боже, такого понаперло, да, ну, вот просто ужаси, да. И правда, несколько раз мне писали, спасибо большое, да, что вы вообще вспомнили про нашего дедулю. Про дедулю, да, мы вот все его любим, раз в год собираемся, а тут теперь, спасибо вам, об этом узнали еще несколько людей, и нам это очень приятно. Но надо сказать, что я никогда не ставила перед собой задачу вывести кого-то в черном свете, хотя вот этого конкретного героя, да, я, ну, я, в общем, как раз слово, полоумный к нему. Но он, правда, был полоумный, и редкие его были в курсе, и как раз это одно было из его достоинств, что он был полоумный, ну, в хорошую сторону полоумный. Ну, не знаю, не было никаких проблем. От родственников Берии тоже никто не обращался. А Сашу Ильянову обошлось. Вы знаете, обошлось, вот, так сказать, воспаленные ленинолюбы, да, бывало, тебя кидались на меня, да, из-за забора, но они же не родня, да, они кидались заради идеи, но и то тоже, ради бога, господи, тут будут на вас кидаться, это и есть свидетельство того, что вы написали текст, который задевает чувства других людей. Спасибо большое за вебинар. Все тоже вот пишут, и ладно, пишут, что вдохновилась, и даже придумала герои сюжет для книги. Вот, вот, вот я очень рада, я очень рада. Правда, не бойтесь ничего, это безумно интересно, и главное, практически все можно, щадите только живых людей, да, и их чувства, и бог даст, да, вы напишите хотя бы рассказы по этим фотографиям или по каким-то другим фотографиям, но это будет очень здорово. Спасибо вам большое, мне тоже было очень интересно рассказать о своих тайных и явных страстишках, да, спасибо. Спасибо, Марин. Друзья, спасибо, что мы были с вами этим вечером. Напоминаю, что курс Марин Степнова стартует уже в выходные, в воскресенье мы будем открывать его вебинаром Олега Ликманова, литературоведа, филолога, он будет рассказывать о разных стилях писателей, на примере Александра Чудакова и Владимира Сорокина. Я полагаю, это будет интересно, обязательно приходите, да, представляете, Марина, таких вот писателей выбрал Ликманов. Да, ну и, соответственно, да, приходите на курс по стилистике, напоминаю, промокод LAVUSSEX действует у нас, нужно положить в корзину любой витамин про любовь или про эротику, да, и курс Марина Степновой, и витамин тогда посчитается бесплатно. Всем спасибо, запись разошлем обязательно, и тогда на связи, приходите, оставайтесь. Спасибо, спасибо, и пишите, пишите, не смотрите на меня, пишите, да, не берите с меня пример, да, до свидания. Всего доброго. До свидания.